Но мы переходим к следующей теме. В частных беседах западные чиновники настаивают на том, что время для переговоров с Россией еще не пришло. Они не видят со стороны Москвы никаких признаков серьезного желания вести содержательный диалог. Об этом пишет BBC. Поскольку Украина находится на передовой в военном плане, а российские военные усилия сталкиваются с многочисленными проблемами, есть неявное ощущение. Запад считает, что в ближайшие месяцы Россия окажется в более слабом положении, чем сейчас. Переговоры по неофициальным каналам продолжаются. В них участвуют Пентагон и Министерство обороны России, а также глава ЦРУ Уильям Бернс и его российский коллега Сергей Нарышкин. Но несмотря на все разговоры о том, когда и как должны начаться мирные переговоры, мы, похоже, все еще далеки от дипломатического решения вопроса войны в Украине. Из статьи Пола Адамса для BBC. Кремль не заинтересован в мирных переговорах для окончания войны, которую он развязал против Украины. К такому выводу пришли Соединенные Штаты Америки, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкин. По его словам, даже несмотря на инициативу президента Украины Владимира Зеленского в виде формулы мира, которую президент Украины презентовал уже не единожды, Путин только усилил свою агрессию. То начал мобилизацию частичную, то попытался аннексировать украинские территории. И ныне хочет сделать зиму своим оружием как против Украины, собственно, так и против других суверенных государств. Подробнее над тем поговорим с нашим гостем Максим Джигун, политолог. Здравствуйте, Максим, ради вас приветствовать. Здравствуйте, взаимно. Говоря об окончательном способе остановить российскую агрессию, ваше мнение, как политолога, все-таки мир видит, это военное решение или это политическое решение, что поможет остановить Россию в войне? В любом случае, даже в виде военного решения войны в Украине, мы на каком-то этапе перейдем к дипломатическому. И то, что некоторые люди, активисты разговаривают о том, что не будет никаких переговоров, это не так. Рано или поздно они будут. Но мы очень надеемся и верим в то, что они будут на украинских условиях. Сегодня мы видим, что обстрелы гражданской инфраструктуры стали главной целью российского политического и военного командования на данном этапе войны. И очевидно, что в такой способ россияне пытаются повлиять на настроение украинского общества и, очевидно, что спровоцировать волны протестов по всей стране. Я думаю, что Путин до сих пор уверен в своих глубоко ошибочных расчетах по поводу настроения украинских граждан, которые, по его мнению, согласны на мир с Россией, лишь бы был свет и тепло. Но эта позиция возможна, наверное, только в России. А в нашей стране, как мы видим, большинство людей желают только победить Россию. И это желание больше, чем любое другое. Поэтому я не вижу на данном этапе ни желания со стороны России, ни тем более желания со стороны Украины проводить эти переговоры, потому что Россия пока что не готова. Я думаю, что она станет готова к переговорам в ходе этой войны и после того, как они получат еще несколько серьезных поражений на поле боя. Я думаю, что такими точками могут быть Мелитополь, это может быть любой из городов, который был, больших имеется в виду, которые были оккупированы еще до начала полномасштабного вторжения. То есть это те территории, которые являются очень критическими для продолжения войны и вообще для формирования повестки дня в России. Потому что граждане России также видят все проблемы, с которыми стыкаются сегодня представители России. И это будет влиять и настроение как общества российского, так и лидера, если его можно так назвать, России Путина. Но в этом контексте очень важно вспомнить заявление Байдена от 1 декабря, когда он сказал, что переговоров, скорее всего, не будет. Но я готов разговаривать с Путиным в случае, если он сам готов к мирным переговорам и завершении этой войны. Но продолжение обстрелов гражданской инфраструктуры, продолжение активизации военных действий на всех фактически участках фронта, они говорят о том, что Россия все еще надеется на то, что она может сломить не столько военную украинскую машину, сколько настроение рядовых украинцев. Но, к счастью, у них ничего не получится в этом плане. Аналитики Американского института изучения войны в одной из сводки традиционной, ежедневной, писали о том, что обстрелы энергоструктуры, кроме основной цели, это оставить украинцев без тепла, без электроэнергии, войды и многого другого, еще одна цель со стороны государства-террориста, это попытаться надавить на государство Запада, которое присылает Украине силы ПВО, которое продолжает помогать Украине экономически, финансово, попросту скажу так, присылать Украине генераторы и многое-многое другое. То есть, чем больше обстрелов энергетической инфраструктуры, тем больше также по экспоненте должна увеличиваться, когда я говорю должна, я не ошибаюсь, должна увеличиваться помощь со стороны Запада. По вашему мнению, вот такая формула российская, которая ныне, к сожалению, действует, повлияет ли она на ту стойкость, о которой говорит Энтони Блинкен, в заинтересованности либо незаинтересованности России к переговорам, не поменяется ли позиция Соединенных Штатов Америки по отношению к тому, по отношению вот этой формуле разговора между Зеленским и Путиным? Ну, я считаю, что на протяжении этих месяцев войны, полномасштабной с Россией, Украина сделала просто колоссальную работу на дипломатическом фронте, и было, ну, очень много в отношениях с отдельными государствами, так и с разными, ну, коллективными органами, к примеру, Европейским Союзом, Европейским парламентом, это институции, которые проголосовали просто множество решений, которые, ну, рассоединяют Россию с цивилизованным миром на многие годы. И тоже решение по российской нефти и газа, на эмбарго, на другие товары, выход им иностранного бизнеса, я более чем уверен, что это решение стратегически, они не будут пересмотрены до момента, пока не изменится глобальная ситуация в плане безопасности со стороны России, пока Россия не станет, ну, гарантом безопасности для внешнего мира. И Соединенные Штаты более чем не готовы к пересмотру каких-то условий. Ну, слушайте, когда рассказывает Россия о необходимости мирных переговоров, в то же время продолжает обстрелы больниц, детских садиков и ТЭЦ, я думаю, что представителей Соединенных Штатов точно не прибавляется желание к каким-то переговорам. Они понимают, что Россия — это глубоко террористическое государство, которое не готово к каким-то человеческим дипломатическим формам коммуникации и разрешения споров. И я думаю, что в Соединенных Штатах точно так же понимают, что у Путина есть собственные какие-то вообще несоизмеримые с реальным временем и миром установки внутренние, в которые он до сих пор верит. Я думаю, что он верит в то, что часть граждан Украины ждут россиян и хотят, чтобы они были здесь во власти. Но он глубоко ошибается. Я думаю, что все мы во всех городах Украины и селах Украины демонстрируем то, что Россия нам точно не друг, и с ней и мира мы точно не ждем до того момента, пока они не уберутся со всех территорий Украины. И вот то, что наши союзники продолжают поддержку Украины, это очень важно. Мы помним, что буквально неделю назад сначала в Испании, а потом в других странах мира произошел такой конвертный террор, когда россияне, очевидно, я думаю, это объективно единственная сторона, которой это выгодно присылало и нашим послам, и представителям власти иностранных государств всякие окровавленные конверты с глазами животных, с взрывчаткой и другие методы. И это не новые инструменты со стороны России. Они делали подобное еще задолго и с представителями, в первую очередь, американских посольств в России и других странах, и с другими государствами. И вот в этом вся надежда России на то, что можно нас запугать, можно шантажировать, можно манипулировать, и что это произведет каких-то результатов. Но, по моему мнению, это приводит только к тому, что позиция наших партнеров встает еще более радикальной, однозначной и неизменной. И, в принципе, я думаю, что на дипломатическом фронте у нас все в порядке, нужно продолжать эту борьбу. И мы должны работать системно с нашими партнерами и доказывать им то, что Россия — это не тот партнер, это не та страна, с которой можно иметь какие-то дипломатические, человеческие отношения на данном этапе. Такая формула сохранится после того, как республиканцы начнут свою работу более активно. Есть много массажей со стороны республиканской партии, ястребов, которые не совсем поддерживают Украину. Они говорят о расследованиях в отношении Джозефа Байдена и многом другом. О возможности либо реалистичности — это уже непосредственно к ним, я думаю, вопросы. То есть будет ли Соединенным Штатам Америки дело, какое есть сейчас, настолько принципиально, настолько много внимания будет ли уделяться? Не будут ли внутренние междоусобицы забирать больше внимания? Первый момент — это то, что, к счастью, в Сенат и в Палату представителей прошло не так много республиканцев, трампистов, изоляционистов. И это, кстати, заслуга демократической партии, которая, это просто интересный факт, которая очень умно сыграла с политической точки зрения, с точки зрения политических технологий, когда представители демократической партии, они финансировали на вот этих праймерис внутренних республиканской партии именно вот этих радикальных республиканцев-трампистов, чтобы они побеждали на каждом штате, на каждом округе, а потом, после того, как будет выбор между адекватным нормальным демократом и радикальным республиканцем, люди в большинстве будут голосовать за демократа. И именно это одна из причин, почему в Сенате не получили большинство именно республиканцев. Поэтому, во-первых, их там не так много, чтобы они формировали повестку дня. Во-вторых, большинство граждан в Соединенных Штатах продолжают поддерживать Украину, необходимость передачи Украине дополнительного вооружения. Это очень важный фактор. Мы понимаем, что вся политика в Соединенных Штатах формируется вокруг запроса граждан. Запрос граждан на поддержку Украины. Это очень важный момент. Поэтому я сомневаюсь, что как-то ситуация глобально изменится, особенно в контексте того, что до Нового года этот Конгресс может проголосовать довольно большое количество решений в поддержку Украины, в том числе финансовой. Да, напомним, с января начнет Конгресс работать. Это так уточнение. Сначала, да. Максим, ваше мнение по поводу слов секретаря по вопросам воздушных сил США, Фрэнка Кэндалла. Он сказал, что Путин сильно переоценил возможности своей армии. Вы как думаете, переоценил из-за своих имперских амбиций и так далее? Не понимал, не доложили или что? Я думаю, это ряд факторов. Во-первых, на протяжении всех лет пребывания Путина во власти армия разворовывалась. Армия пребывала в очень плачевном состоянии. Было создано очень много отдельных групп интересов, которые просто растягивали все ресурсы, которые там были. И Путин, очевидно, не очень-то знал об этом. Во-вторых, работала пропагандистская машина, в которую начал верить сам Путин. Он создал ее, и он стал ее жертвой. Когда ежедневные ролики о том, что россияне самые сильные, самые мощные, они могут стереть в радиоактивный пепел хоть Соединенные Штаты, хоть другую любую страну, это повлияло на настроение и политической элиты в том числе. В-третьих, конечно, переоценил, надеясь на то, что украинская армия не такая серьезная, она не такая мощная. И, очевидно, не было всей информации о том, какие виды вооружения есть у Украины. Но самое главное, Путин не оценил на достаточном уровне морально боевой дух всех украинцев. И если не было бы такого отпора против российской навалы и российской войны в украинских городах, в том числе на востоке и на юге, ситуация могла бы сложиться совсем по-другому. Поэтому я думаю, что это ряд факторов. Ну, очевидно, что Путин не начинал эту войну для того, чтобы через месяц убежать из Киева, с района Киева, из области, утратив серьезную часть своей группировки, после этого присоединить четыре области Украины и одну из них уже потерять и с угрозой потери других городов и областей. Я думаю, что это просто игра ва-банк и попытка хоть как-то сломить ситуацию, но ничего из этого не получается. Еще один аспект. Как говорит Виктория Нуланд, Путин не искренен в своем начинании, в своем желании мирных переговоров. Подобное мнение она, собственно, озвучивала буквально недавно. Напомню, что Виктория Нуланд, высокопоставленный американский дипломат, она об этом сказала после встречи с президентом Зеленским. По вашему мнению, что сейчас играет против позиции Вашингтона и против позиции Киева? О том, что Киев-то хочет переговоры, он только на своих условиях, по понятным. Я думаю, нашим зрителям причинам. Потому что среди европейских лидеров иногда возникают абсолютно безумные идеи в отношении переговорного процесса, в отношении пунктов, которые могут быть в определенном мирном соглашении. Что играет против единой позиции Киева и Вашингтона? Я думаю, что многие страны Европы, в том числе, не понимают всего контекста, в котором перебывает Украина и в какой ситуации мы сейчас находимся. Вот, к примеру, недавнее заявление Макрона о том, что нужно обезопасить Россию и дать ей гарантии безопасности, оказывается, для страны-террориста, который обстреливает мирных граждан. Мы должны давать какие-то гарантии безопасности. Я думаю, что это просто недопонимание всей сложности ситуации, недопонимание того, что с Путиным никаких вообще переговоров быть не может. Но вот признание парламентской ассамблеи НАТО и Европарламентом того, что Россия – это страна-спонсор-террорист, она добавляет некого понимания, я думаю, для и граждан Европы, и для политических лидеров. И она становится такой рамкой к недопустимости переговоров на условиях России. Но в то же время, я думаю, что некоторые политики, они просто теряются, они не видят всей полноты ситуации и хотят простых решений в очень сложных ситуациях, какой является война в Украине. И вот, наверное, Соединенные Штаты со своей серьезной аналитической машиной, с постоянными консультациями с украинской стороной, они более-менее понимают всю полноту той реальности, в которой мы живем, и поэтому ситуация довольно жесткая и бескомпромиссная. И вот здесь также работа очень серьезная в руках наших дипломатов, которые продолжают работать и в Франции, и в других городах Европы и мира, пытаясь переубедить наших партнеров в том, что Россия совсем не та страна, с которой в нынешних условиях можно о чем-то договариваться и верить в исполнение их обязанностей. Не может не радовать позиция, которая ныне есть в Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц за последние несколько месяцев, попрошу понять меня правильно, и наших зрителей в том числе, он более радикализировал свою позицию в отношении Москвы, в отношении той неспровоцированной агрессии, которую начала Россия против Украины. Во время своего звонка Владимиру Путину, он говорил о необходимости скорейшему достижению дипломатического взаимодействия, мирного соглашения, да только с важным аспектом, это выводом всех российских войск с территории Украины. Это тот важный, не знаю, как-то плюс так точно, который смогли добиться в том числе украинские дипломаты. Президент Зеленский, как главный дипломат Украины, ну и многие другие представители дипломатического корпуса. Что может повлиять тогда на позицию Макрона, который иногда, неоднозначно, если можно такое слово применить в отношении президента Франции, говорит о Российской Федерации, о гарантиях безопасности, вспоминает определенных в стране террористов. Говорит иногда о необходимости мирных соглашений, которые, ну, не совсем, скажем так, нравятся Киеву. Если можно коротко. Да, Германия — это страна, которая в некоторый момент времени прошла точку невозврата в отношениях с Россией. Они поняли, что это страна, которая не может быть нормальным партнером. И я думаю, что во Франции, во-первых, нет такого объема договоренностей с Россией, которые были в Германии до последнего времени. И они не так сталкивались с этой машиной пропагандистской, этой машиной нечестной и машиной подкупа. Поэтому и Макрон, он до сих пор верит в то, что он есть голубом мира, и он может решать проблемы. Но я думаю, что Германия может дать консультации Франции о том, какой позиция должна быть и почему она не может быть иной. Я думаю, что просто Макрон не полностью оценивает всю ситуацию, он не понимает всех угроз, которые несет Россия для Украины и для мира. К сожалению, уже после девяти месяцев войны в Украине. Максим, спасибо вам огромное. Всегда вас рады видеть в нашем эфире. Спасибо вам за анализ. Максим Джугун был с нами на связи. Напомню, украинский политолог. Ну и тоже акцентирую внимание еще раз на словах господина Кэндала, что президент Российской Федерации Путин, очевидно, сильно переоценил возможности своей армии. Говорил об этом секретарь по воздушным силам США Фрэнк Кэндал во время форума Рейгена по национальной безопасности. И также он уточнил, что Китаю следует извлечь уроки из российской войны в Украине, ведь подобный акт агрессии может встретить мощные санкции, а армия на самом деле может оказаться не такой сильной, как кажется. Во-первых, экономические последствия агрессивных действий могут быть гораздо серьезнее, чем вы хотели бы. Во-вторых, военные могут быть не совсем точными, когда говорят вам, насколько они хороши. И, в-третьих, короткая война, которую вы ожидаете, может оказаться не той, которую вы получите. Фрэнк Кэндал, секретарь военно-воздушных сил США. Президент Украины Владимир Зеленский был избран человеком 2022 года по версии британского издания Financial Times. Как там говорят, украинский президент стал воплощением мужества, стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии. Напомню, в мае президент Украины Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года. По результатам опроса от читателей американского журнала Time за него проголосовали более 3,3 миллиона читателей. Это больше 5% голосов. Ну и могу сказать в отношении вот этой публикации Financial Times, теперь Зеленский дал развернутое интервью британскому изданию, где в том числе говорил о предыдущей нашей теме, это переговоров. Я цитирую буквально президента Зеленского, мир это не врач с большим опытом, это не доктор Путина, а Путин не пациент мира, поэтому не надо лечить этого человека. Были слабые призывы к переговорам, как говорит Зеленский. Программа.